В нашей стране 12 тысяч человек получили звание Героя Советского Союза. Более 1100 человек стали Героями Российской Федерации. Из них сегодня в живых осталось только 570 человек. В Самарской области сейчас живут пять Героев Российской Федерации, один Герой Советского Союза. Героями современных войн чаще всего становится посмертно. Сегодня в День Героев Отечества в стране вспоминают всех, благодаря чьим подвигам над Россией сейчас мирное небо. Чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Славы и Ордена Святого Георгия. Сегодня к горельефу скорбящей матери Родины возложили цветы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, Герой Российской Федерации Игорь Станкевич. Во всех городах войск, во всех силовых структурах были свои герои. Герой – это символ. Конкретный человек, конкретный подвиг – это, конечно, важно. Но самое главное, он же не один был. Даже если он совершал подвиг один, он был в коллективе, был в огромной массе людей. И вот это отдание почести, памяти ярким людям, которые носят звание героя – это уважение ко всем защитникам Отечества. Лично для меня это день всех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. В 1769 году Екатерина II учредила Орден Георгия Победоносца. И в этот же день был учрежден День Георгиевских кавалеров, который праздновался до 1917 года. Праздник возродили указом президента России Владимира Путина в 2007 году. Он стал называться Днем Героев Отечества. В нашей стране много было войн, бед, героев очень много. Очень приятно, что их не забывают, чествуют. И благодаря им у нас в стране все хорошо, в порядке, и мы живы, и наши дети, внуки. Общественная организация «Герои Отечества» выпустила книгу «Энциклопедия подвига». Она состоит из рассказов о 297 героях Советского Союза и о 41 полном кавалерии Ордена Славы, о 55 героях Российской Федерации, чья судьба связана неразрывно с Самарской областью. Виктория Шара и Константин Головин. События.